Ложные сообщения. Вот как пример. Полиция, дежурная часть Бочарова. Здравствуйте. В церковь у Скобеля там бомбы заложены. Какой адрес? Ну, у Скобеля, парк Скобеля и церковь стоит. Откуда вы знаете, что там бомбы заложены? Я заложу. Запись поступила, уголовное дело возбудили. Оперативная работа была проведена, лицо нашли, предоставили образцы голоса, мы сделали экспертизу. Да, действительно, этот человек присутствует, его голосоречь присутствует на вот этой фонограмме. Звонки о минировании, готовящемся теракте, все записи попадают сюда, на фоноскопическую проверку экспертно-криминалистического центра ОМВД. Говорят, даже если голос изменен какой-то программой, то все искажения здесь могут убрать, чтобы по чистому образцу можно было идентифицировать злоумышленника. Все это рассказали студентам юридического факультета. Сегодня они пришли в ЭКЦ на экскурсию. Мы находимся в здании экспертно-криминалистического центра и проводим акцию «Студенческий десант» для студентов первого курса РГУ. Они пришли к нам, и мы рассказываем им свою деятельность. У нас здесь проводятся разного рода экспертизы. Баллистическая, тросологическая экспертиза. Сегодня студентам показали, если не все направления, то точно те, которые, что называется, на слуху. Даже классическую обкатку пальчиков. Допустим, банку потрогал, преступник. Порошочком попылили. Вот это вот магнитная кисточка. На ней как раз вот порошочек прилипает. И потом вот этот порошочек прилипает на патрижевом веществе, которое остается на предмете. На экскурсию в ВКЦ попали только лучшие из лучших. Студенты первого курса юрфака с хорошей успеваемостью и, конечно же, изъявившие желания. Это очень важно для будущих юристов. Даже если они не свяжут в дальнейшем свою деятельность с правоохранительными органами, а будут работать в каких-то еще сферах, полученные практические знания пригодятся в юридической профессии в любом случае. Кстати, специальной статистике по теме, кто из студентов пошел работать в МВД после таких экскурсий, не ведется. Однако Любовь Ларина отметила, что таких ребят хватает. Минимум четверть от каждой группы. И не исключено, что кто-то из ребят-первокурсников скоро пополнит ряды экспертов криминалистической лаборатории.